Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами снова говорим о Меган Маркл, о нашей дорогой подружке Меган Маркл. Как вы, наверное, знаете, возможно, вы знаете, в их семье произошла радость, действительно радостное событие. У нее с Гарри родилась дочь, 4 июня, по-моему, это случилось, несколько дней назад нам об этом уявили, но через пару дней после рождения ребенка, это нормально для таких коронованных особ, ну, они не коронованные особо, ну, я так в кавычках, и это действительно очень радостное событие, я действительно очень за них рада, вот сейчас без шуточек, без ерничаний я абсолютно точно как бы рада и действительно их с этим поздравляю, потому что рождение ребенка это всегда прекрасно, особенно рождение девочки, я как мама трех мальчиков с полной ответственностью утверждаю, что девочке это прекрасно, пусть растет здоровая, пусть растет счастливая, и все у нее будет в жизни хорошо, я об этом совершенно уверена. Деньги у нее уже есть, известность у нее уже есть, девочку еще никто не видел, но все уже про нее знают, и все про нее разговаривают. Ну, это событие, конечно, взорвало, взорвало все таблоиды, и всех, кто интересуется этой темой, королевской семьи, и вот этой вот пары Меган и Гарри, и все, что происходит у них в королевской семье, все, конечно, ждали этого события, и все очень следили за тем, как бы, что происходит, и все очень-очень ждали того, как они девочку назовут, ну, потому что это всегда интересно, даже когда в любой нормальной семье рождается ребенок, все первым делом спрашивают, о, а как назвали, правда же? Поэтому ничего такого сверхъестественного и необычного нет в том, что всем очень было интересно, как они назовут свою дочку, плюс были ставки букмекеров, там, в общем, было очень много разговоров, спекуляции на эту тему, люди ставили довольно большие деньги на это, как бы, на какие-то имена, которые там предполагали, как назовут дочку Меган и Гарри, было много предположений, но, тем не менее, значит, по-моему, все букмекеры проиграли, потому что такого не ожидал никто, ожидали, что именно вот Элизабет в честь прабабушки, что ее зовут Диана в честь бабушки, ну, и, в общем, разные другие имена там предполагались, но произошло то, что произошло, дочку в семье Меган, Маркл и принца Гарри назвали Лилибет Диана. Сейчас я немножко расскажу вам, может быть, если кто-то не знает, то королева Елизавета, когда она была ребенком, она не могла выговорить свое имя Елизавета, и она как-то его немножко так сокращала и коверкала, и называла Лилибет, сама себя. И ее так называли в детстве, королеву, нынешнюю королеву английскую Елизавету, называли именем Лилибет. Это был ее такой никнейм, что называется, это было ее, ну, как кличка по-домашему, ну, вот, допустим, если девочку зовут Анна, а ее дом называют Нюбра. Ну, вот, я имею в виду, что это не похоже, конечно, но вот что-то такое типа. Ну, и как бы это такое, знаете, это не существующее имя, это, в общем-то, имя, которое было придумано именно в королевской семье, как такое домашнее, милое имя королевы, когда она была ребенком. Об этом все знают, это известный факт, и, в общем-то, как бы, ну, такого имени не существует. И вот, родилась девочка в семье Гарри и Мэган, в семье людей, которые, в общем-то, последний год или даже больше, наверное, нет, больше, больше, вот, когда произошел Мэгзит, по-моему, в 19-м, в 19-м году, да, они сбежали из дворца. И на протяжении всего этого времени, значит, до последнего, до последних интервью, вот, нашумевшего интервью Гарри и Мэган Опри-Винфри, до последнего еще одного интервью, которое Гарри с Опрой уже проводил, вернее, это было даже не интервью, они вместе записывали какой-то фильм, значит, этот фильм был посвящен проблемам, ментальным проблемам, а все очень красиво, все с очень хорошими, хорошими намерениями. И вот на протяжении всех этих лет из уст Гарри и Мэган звучат жалобы о том, не просто жалобы, обвинения в том, что дворец, в общем-то, занимался их травлей, ну, травлей – это, как бы, такое простое слово, травлей занимаются в интернете, да, а там, как бы, это не было травля, но, в общем-то, Мэган очень сильно обижалась на то, что к ней плохо относятся, Гарри очень сильно обижался на то, что к Мэган плохо относятся, и во главе угла ставилось то, что у нее цвет кожи не тот, который хотел бы, чтобы королевская семья, чтобы было у жены Гарри, ну, вы знаете, вокруг этого было очень много разговоров, и очень много судили-редили, и потом вообще вся эта тема ушла в то, что Гарри очень долго объяснял и рассказывал, что все его детство после смерти его матери, принцессы Дианы, все его детство было несчастным, он очень был подвержен ментальным каким-то проблемам, разнообразным всяким, никто во дворце не обращал на это внимания, так же, как никто не обращал внимания на ментальные проблемы Мэган Маркл, когда ей было плохо, когда ее травили, когда ее не травили, таблоиды, в общем, дворец не хотел заниматься ее проблемами, дворец не обращал на это внимания, также Гарри, значит, утверждал, что все его практически детство, он страдал от потери матери, и никто, никто, никто не обращал на это внимания, никто не хотел, так сказать, прислушаться к маленькому мальчику, несчастному маленькому мальчику, у которого погибла мать, И он не получал психологической помощи достаточно, он не получал достаточного внимания отца. И, в общем, он был несчастен, несчастен все свое детство, он был несчастен во дворце. И только сейчас он обрел свободу, и только сейчас он понял, как он страдал всю свою жизнь во дворце. Никогда в жизни ни Гарри, ни Меган напрямую не обвиняли королеву в своих страданиях, в своих несчастьях. Там, в общем-то, когда обвинили то, что во дворце процветает вот это слово на букву «Р», то есть, говоря другими словами, что кожа Меган не того цвета, они не назвали человека, который, как бы, по их мнению, был слишком внимателен к тому, какого цвета кожа у Меган. И даже Гарри в своем интервью, он подчеркнул, что этим человеком не был ни его бабушка, ни дедушка, то есть, это не были ни королевы, ни ее муж. Покойный принц Филипп. Но, тем не менее, рассказывая о своем несчастном детстве, как бы, он утверждал, что вот его отец недостаточно уделял ему внимания. И вообще во дворце недостаточно уделяли ему внимания, недостаточно он был, ну, как бы, вот, никто не обрешал ему внимания на бедного несчастного рыжего маленького мальчика, который страдал, и, в общем-то, никто не хотел ему помочь. Я хочу вот что сказать, что, так сказать, Гарри напрямую не обвинял королеву никогда. Но вы же понимаете, что во времена детства Гарри, то есть, ну, сейчас уже королеве, там, 95 лет, я понимаю, что она уже потихонечку отходит от дел, и все переходит в руки ее сына. А тогда королева была еще достаточно молодая женщина, ну, относительно, ну, так сказать, по сравнению с теперешним ее возрастом, и она держала во дворце, так сказать, все в своих руках, все вожжи были в ее руках. Ничего не происходило во дворце без ее ведома, и ничего не могло произойти без ее ведома. Она тогда была в полном, так сказать, своем расцвете своей королевской власти. И то, что Гарри рассказывает сейчас про свою несчастную жизнь, не обвиняя королеву, в общем-то, в этом, видимо, каким-то своим задним умом он понимает, что тыкать палочкой в папу своего принца Чарльза менее опасно, чем тыкать палочкой в королеву, потому что королевой авторитет непререкаем, и, в общем-то, ее в Англии просто боготворят, и поэтому сильно, так сказать, связываться и обвинять в чем-то королеву, это уже как бы у него кишка тонка. Но мы же все понимаем, что все, что он говорит о том, как несчастна была его жизнь после гибели его матери, как он страдал во дворце, как он был несвободен, как он был несчастен, все это происходило с ведома королевы, естественно. Естественно, она обо всем об этом знала, если это правда. Надо понимать, что Гарри тоже прекрасно знает, что все, что с ним происходило, об этом должна была знать королева, и как бы это не то, что мимо нее прошла несчастная жизнь Гарри, она вообще ничего не знала, она сидела такая себе во дворце, у окошка. И вот, понимаете, несколько лет обвинений в сторону королевского дворца, венцом которого, собственно говоря, этой всей монархией является королева, обвинений в чем угодно, в том, что не такожа у Мэган, по мнению дворца, в том, что они не обращали внимания на ее ментальное здоровье, обращали на Гарри ментальное здоровье. В общем, злодеи, просто злодеи во дворце, и тут у них рождается дочка в этой семье, и они называют ее именем главной злодейки, то есть королевы, которая была главной злодейкой по их версии, вернее, они никогда это вслух не говорили, но это же понятно, что все, что происходило во дворце, происходило с ее ведомой попустительства, да? Они не просто называют ее именем Элизабет, то есть именем королевы, они называют ее именем Лилибет, то есть чтобы никто вообще даже абсолютно не мог подумать и ошибиться, что они назвали своего ребенка в честь королевы английской. Больше того, в английском языке есть имя Лилибет, по-русски оно звучит Лилибет, а по-английски оно звучит Лилибет. То есть оно пишется по-другому, у него совершенно другое произношение, у него совершенно другой спеллинг, то есть буквы совершенно другие. Ну, может быть, для нашего уха нет небольшой разницы между Лилибет и Лилибет, но поверьте мне, что для англичан, для людей, которые говорят по-английски, это есть разница. Опять же повторюсь, это как называть девочку Анны и Нюра, в общем-то одно и то же имя, но вот, они назвали ребенка именно именем Лилибет, которая именно вот так вот, английский спеллинг звучит именно вот Лилибет, то есть это абсолютный отсыл к английской королеве, которая как бы вот очень долго поливалась этой семьей, поливалась грязью, они как бы, в общем-то, ну, опять же, не напрямую, но, повторюсь, поливая грязью дворец и все, что происходит при дворце, естественно, это все отражается шариком пинг-понгным, значит, отбрасывается на королеву, отщелкивается на королеву, потому что понятно, что кому нервы трепем, да, и это как бы вызвало такую, знаете, некоторую растерянность в умах всех, те, кто поддерживал эту пару, те, кто были против нее, те, кто ненавидели Меган Маркл, те, кто любили Меган Маркл, вернее, не так, да, кстати, второе имя было, девочки, второе имя Диана, что, естественно, как бы вопрос, это не обсуждается, и это вообще как бы понятно, и само собой разумеется, что как бы они сделают трибьют в сторону, реверант в сторону Дианы. Среди противников, нелюбителей Меган Маркл прозвучало, значит, следующее, это имя, то, что девочку назвали именно таким образом, вызвало следующую реакцию, что, а, вот оно что, вот они, значит, катили-катили бочку, а сейчас поняли, что они перегнули палку, и сейчас, чтобы подмазать и, так сказать, вот сильно не разругаться с этой семьей, они решили назвать прямо вот девушку, вот прямо именем вот бабушки, вот прямо вот именем бабушки, но как бы, типа, о чем вы раньше думали, что же вы на них лили грязь, а теперь вы, значит, подлизываетесь к ним, ай-яй-яй, как некрасиво, а те, кто сторонники Меган Маркл, люди, которые, как бы, к ней относились очень хорошо, верили всем их рассказам этой семьи, верили в том, что действительно им во дворце жилось ужасно, как бы офигели, мягко говоря, развели руками и сказали, зачем же вы два года лили грязь на эту семью, на дворец, на эту королеву, а теперь вы называете ребёнка именем своей мучительницы, той, которая ответственна за то, что ваша жизнь при дворце превратилась в ад, и это как-то нелогично и вызывает вопросы с обеих сторон, вернее, со стороны нелюбителей Меган Маркл, это не вызывает вопросы, мы так и думали, мы так и думали, что всё, что она говорила, это всё глупости, а сейчас он назвал ребёнка, чтобы, как бы, подлизаться к своей, к своей, как это сказать, это не мазер-млоу, это бабушка-млоу, да, так что вот очень-очень интересная ситуация, дворец никак пока не прореагировал, их поздравили, конечно, поздравили с рождением дочери, все были очень счастливы, королева сказала, что она счастлива, принц Уильям сказал, что он счастлив, все очень счастливы, насчёт имени никаких комментариев из дворца не последовало, но ещё интересную вещь я сегодня прочитала о том, что много было нареканий о том, что назвали-то ребёнка в честь бабушки, прабабушки, вернее, ненавистной королевы, а любимая бабушка Дори, мать Мэган, которая, в принципе, живёт недалеко от них, проводит с ними очень много времени, они с ней очень много времени, как бы, общаются, она очень часто у них бывает дома, она смотрит очень часто за их старшим сыном, она, как бы, является такой, как бы, нянечкой в некотором смысле, и, в общем-то, человек, который, от которого они не видели ничего плохого, только хорошее, она столько участия принимает в их семье и так им помогает, вот почему было бы не назвать ребёнка как-то в честь вот этой бабушки, которая, в общем-то, участвует в этой семье, смотрит их ребёнка, помогает им, они с ней в прекрасных отношениях, почему не назвать было ребёнка в честь бабушки Дори, а назвали в честь прабабушки ненавистной английской королевой. Я сегодня прочитала интересную статью, значит, ну, видимо, от... В интернете есть очень много поклонников Меган Маркл и принца Гарри, всей этой семьи, и всей этой катавасии вокруг их ухода из королевской семьи. И я сегодня прочитала, значит, о том, что вы даже не представляете себе, но, оказывается, ребёнка-то назвали некоторым образом в честь бабушки Дори. И вот сейчас я вам объясню, как. Как это объясняют журналисты, которые очень хорошо относятся к Меган и пытаются во всём, что делает Меган, найти хорошее и положительное. Значит, оказывается, Дори, когда Меган была маленькая, она называла Меган, мама её Дори, я называла её «flower», что означает «цветочек». А девочку назвали «Lilibet». А «Lily» — это «Lily» по-английски. То есть сокращённое имя, скорее всего, девочку будут называть «Lily». Ну, «Lily» — это известное имя, это существующее имя в английском языке. Есть очень много имён, есть очень много артистов известных. «Lily Collins», ещё есть разные, в общем. Ну, это известное имя. Но это сокращение от «Lily Anna», по-моему. Ну, вот в данном случае девочку будут называть «Lily» сокращение от «Lily Bad». Так вот, значит, назвавши свою дочку именем «Lily», она таким образом сделала реверанс Меган в сторону своей матери, Дори, которая называла Меган «flower», «цветочек», когда Меган была маленькая. Вы ещё следите за моей мыслью или вы уже потеряли меня? То есть есть, как бы, некоторые источники в интернете, журналисты в разных изданиях, которые настолько любят Меган и настолько готовы оправдать абсолютно всё, что она делает, что вот таким вот за уши притянутым способом, вот просто не то, что за уши притянутым, а, по-моему, я даже не знаю, за гландой притянутым вот таким вот объяснением, они объяснили, что на самом деле Меган вот таким вот образом тоже отдала дань своей матери, Дори, вот так вот назвавши свою дочь. У меня всё. У меня no comments и занавес, что называется. Вот такие новости у нас в королевской семье. Вернее, даже уже не в королевской, потому что они, пара Меган и Гарри, пытаются изо всех сил откреститься и отойти от королевской семьи, пытаются не быть членами королевской семьи, но, тем не менее, назвали ребёнка в честь бабушки-королевы, прабабушки-королевы, вернее. Вот сегодня такой сказ про нашу Меган, и я надеюсь, что она будет радовать нас дальнейшими новостями, скандалами, и нам будет всегда о чём поговорить. С вами была ваша Дита. Привет из Канады, люблю, целую. До новых встреч, новых видео. Пока-пока-бай.